Режиссура, монтаж, актерское мастерство и многое другое. На зимней детской киноакадемии стартовала работа факультетов. Их список охватывает многие кинематографические профессии. Каждый участник выбрал направление, по которому будет учиться на протяжении всей смены. Мальчишки и девчонки, выбравшие режиссерский факультет, уже приехали со своими идеями. Дарья Воронцова из Санкт-Петербурга приехала на киноакадемию во второй раз. Девушка уже создала короткометражный фильм «Свечи». В смене Даша планирует снять еще один свой фильм. Я приехала сюда, чтобы снова увидеть самых интересных и активных людей России, которые приезжают сюда, чтобы научить нас чему-то. Я выбрала для себя режиссерский факультет, потому что сейчас я в 11 классе, я сдаю ЕГЭ в этом году, я очень волнуюсь. И моя мечта поступить в петербургский КИТ на режиссерский факультет, правда, вторым образованием, но позже это станет моей профессией. Я надеюсь на это. Придумать идею и воплотить ее, расписать все сцены подробно, рассчитать время до секунды. Всему этому учатся ребята на факультете сценарного мастерства. Человек выходит из машины, заходит в подъезд. Вы пишете «У-ДО-БА». В руках монтажера сила. От этой профессии порой зависит успех или провал кинокартины. Еще до съемок монтажер должен знать, сколько камер будет снимать сцену и выстроить планы. Основной моей целью научить мыслить монтажно детей, чтобы они могли с помощью монтажных приемов рассказывать историю и чтобы эта история была завораживающей. Чтобы зрители не просто смотрели то, что снял режиссер, а смотрели именно захватывающее произведение. Для этого нужно понимать такие вещи, как темпы, ритм, монтаж по планам, саунд-дизайн. Это все целая наука. Монтаж – это тоже главная роль в кино. И без монтажа кино нельзя построить. И монтажер – это самое главное, потому что он может исправить. Если ты плохо снял это кино, он может что-то туда вырезать, склеить это видео. Ну, в общем, это сложная, но интересная такая профессия. Превратить лицо молодого человека в старика – все это может гример. Участники киноакадемии узнают, что для каждой эпохи был характерен определенный грим. Например, в 70-е годы был моден стиль хиппи, а в 80-е преобладали яркие тона. По словам преподавателя факультета художник по гриму Евгении Гнедовой, кисть для гримера – это вторые руки. Чаще всего тон накладывают спонжами или синтетическими кистями. Почему синтетическими? Потому что тон, особенно жирный, очень сильно впитывается в натуральную кисть и отдает очень мало материала. Участники факультета буктрейлеров учатся экранизировать книги. Буктрейлер является рекламой литературного произведения. Его продолжительность должна быть не более трех минут. При этом ролик должен быть ярким, ритмичным и запоминающимся. На самом деле здесь можно достичь сразу нескольких целей. Почему? Потому что, во-первых, мы популяризируем чтение, потому что книга, тем не менее, это всегда отличный сценарий. Это, в принципе, какое-то произведение литературы, классики или еще чего-то, что уже зарекомендовано является каким-то культурным багажом. То есть в этом смысле это очень полезная деятельность. И в данном случае у нас получается такая коллаборация медийной сферы и литературной. И в таком случае, получается, ребята учатся, с одной стороны, анализировать литературную составляющую своей работы. В то же время они ее могут как-то видоизменить в игровой форме, то есть уже представить в визуальном соотношении. Для экранизации ребята уже выбрали литературные произведения. Рассказ «Оскар и розовая дама», «Бойцовский клуб», «Сказку кошкин дом», «Прозу Бунина» и другие. К концу смены мальчишки и девчонки представят свои буктрейлеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова